Завершилось земное бытие великого поэта земли русской Александра Пушкина, но его поэтический гимн, его слава бессмертная, как писал в письме друг поэта Вяземский. Всем своим творчеством Пушкин, по сути, прижал, создал себе памятник. И сейчас мы услышим стихотворение памятника, исполненного Василиса. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главой непокорный Александрийского столпа. Нет, весь я не умру. Душа в заветном мире мой прах переживет и тленью убежит. И славен буду я, да коль в подлунном мире жив будет хоть один пей. И думал, как будто тем любезен я народу, что чувства добрые я миры пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу. И милость к падшим призывал. Веленью Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца. Хвалуй клевету, приемлю равнодушно и не оспаривай венца. А сейчас мы объявляем минуту молчания в память о пушке 2.45 часа. А если кого-то интересует судьба героев, связанных с поэтом, то у нас очень много литературы. Вы можете ознакомиться. Дантес был разжалован, выслан из России, то есть разжалован до рядового. Но это был такой пронер, который сумел приехать в Париж, понравится, стал членом Сената даже, добился материального благополучия. Но интересно то, что Дантес был женат на сестре Наталье Николаевне. Так вот, его собственная дочь с ним не разговаривала. У нее в комнате висел портрет дяди Александра Сергеевича Кушкина. И отца она считала убийцей. Ну вот это то, что... Это самое страшное, что было для убийцы. У нее материальная, конечно, влага. Не находить отзвука в своем собственном ребенке. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...